Джинны, сущности, бесы, альтер-эго, тени. Просто так поверить в это невозможно. У меня два высших образования, две магистрские степени. Мой эмпиричный мозг, он просит доказательств. Я, поверьте, не один раз я это проверил. Я точно понимаю, что что-то такое есть. У меня даже случай был, мужчина пришел такой седой, там, 30 лет. Он врач, и он говорит, есть кушетка у них в ординаторской. На ней трупы возят, и никто не спит. Думаю, ну, устал, лег, короче, утром проснулся седой весь. И что-то потустороннее есть. Я бы хотел эту тему поднять. Почему? Потому что есть момент такой, что кто-то говорит, что этого нет, другой говорит, что это есть, и люди спорят. Кто-то даже начинает через религиозные какие-то институты привлекать. Кто-то через науку начинает это объяснять. Кто-то через эзотерику, через практики духовные какие-то. Вообще в духовных практиках это существует. Это есть в Айурведе, в каких-то индусских трактатах. Это есть в православии, это есть в исламе. Во многих религиях это отражается. Люди, которые занимаются изучением себя, духа и тела, то есть они все понимают, что что-то есть. Врачи-реаниматологи с большим стажем, они знают, что есть что-то потустороннее. Ревашов, он расписал всю эволюцию сущностей от амебы до человека. Есть градации, есть там люди, человеческие сущности, есть животные. На самом деле, на практике, если вы будете сталкиваться, из людей иногда выходят вот эти коровы, лошади, ящерицы, змеи. Как-то на тренинге был случай, когда девушка встала и говорит... Вот так делала. И все такие, что такое, что-то... Я говорю, пусть стоит, не отвлекайтесь. И мы вот эту лошадь убирали, ее часов шесть, наверное. Как-то парень приходил, он делал вот так. У него как у ящерицы, вот так, как у краба. А потом он упал на живот, прыгнул и начал ползти вот так на девчонок впереди. И они визжат, я его за ногу, сверху прыгнул, давай это вытаскивай. Веришь ли ты в это? Человек, который научный, он скажет, просто психика съехала, он не устоял перед стрессом. Человек эзотеричный скажет, ну да, наверное, возможно, но нужно посмотреть, почему с ним это случилось. Люди религиозные не скажут, что это бесы, джинны и так далее. То есть все по-разному. Просто отрицать это, что это существует, мне кажется, глупо. Почему? Потому что слишком много людей про это говорят. Утверждать прямо я не могу, но я понял, что у них есть эволюции. Есть животные, есть насекомые, есть какие-то ящерицы. Люди, особенно бывает так, что человека машина, допустим, сбила, и вот этот фантом страха остался. Это вряд ли душа. Остается страх такой в оболочке. Вот эта оболочка, она вселяется в кого-нибудь другого и начинает жить вместо него свою жизнь. Фантом, который умер от суицида, остался от страха, он будет везти тебя к суициду. Если человек, он умер в 30, то человека он будет подводить к смерти в 30. Если фантом агрессивный, он будет к агрессии вести. Поэтому очень важно вовремя вот эту штуку из него вытаскивать. Сейчас я из людей вытаскиваю, что у меня было, что было, я сейчас не рассказываю. Раньше мне было интересно, у тебя там то, и я сейчас не рассказываю. То есть я просто вытаскиваю и все. Но определить, что это в тебе есть, это очень такая сомнительная штука. Все симптомы одни и те же. Депрессия, дурные мысли, отсутствие энергии, я проснулся и уже не хочу жить. Причины бывают психологические, которые реально через голову, а есть причины, которые такие непонятные. Чаще всего вот эти соседи, они заходят в человека тогда, когда он слаб. Это в момент алкогольного, наркотического пенения, в моменты стресса жуткого, там, страха, да, когда душа в пятки ушла, в момент, когда ты дерешься от гнева, там, любая эмоция, когда она в апогее. Даже во время смеха истерического может что-то такое попасть. Есть случаи, по-моему, в американской клинической психиатрической больнице, то в одном человеке было 78 сущностей. Там в нем сидел художник, потом поэтесса, еще кто-то сидел. И то есть психиатр потихоньку с разными разговаривал. Они все говорили по очереди. И каждый раз, когда просили вернуться вот этого хозяина тела, он возвращался и разбивал себе голову или выкидывался в окно. И поэтому они сказали, что он опасен. То они его не давали выговаривать. У меня в моей практике самое большое количество сущностей в одном человеке, это было 38. Женщина приходила три или четыре раза, и каждый раз я по три, по четыре штуки вытаскивал. Что-то, Сережа, выходи, там, выходи. В очередной раз там, я имя тоже какое-то имя называют, вытаскиваю, и потом опять имя, и она опять какое-то имя называет. Ваша мать, вас там сколько? И она, 38. Я говорю, вам еще надо будет ко мне походить, потому что, ну, за час пять штук вытаскивать, и ты так много. То есть 38 штук, это еще, ну, как минимум, раз в восемь. Хорошо, потом я не могу, потому что муж запрещает, что-то там туда-сюда. Короче, она не пришла больше. Три раза сходила, и все. И потом я сижу на одном тренинге по ораторскому мастерству, мне звонит телефон, и я поднимаю, и я говорю, ты убил моего сына. И я думаю, да что, я бы твою мать такую трубку бросила. Я выхожу в этот, в коридор, в Нурлтау было, открываю телефон, смотрю переписку. Я понял, что это вот эта девочка, где 38. Я вытащил вот этого Сережу, а мама осталась в ней. И вот эта мама в момент ее какого-то там отключения позвонила мне на телефон, короче, физически. То есть с мира духов она позвонила в мир настоящий. Это, знаете, как было страшно. Это моменты такие часто жуткие бывают. Есть такие лярвы. Лярва — это такая, как амеба, такая херня. Противно мерзкая такая. Она липнет на твою ауру, просто энергию жрет. Вот у тебя должна быть энергия, тебя просто сожрали. У нее, если есть интеллект, то он очень такой низкий, потому что она может вклинивать только одну или две команды тебе. Ее нужно сжигать. Ну, короче, это вот ритуалы огнем тоже, они, в принципе, помогают. Если от этого всего не избавляться, то поведение у тебя есть их признаки. Они начинают жить вместо тебя, и ты не понимаешь, что ты хочешь. Если честно, не каждый психолог вообще может это нащупать. Психология с этим вообще не работает. Ну, то есть классическая психология с этим не работает. Если психолог это нащупал, это очень хороший психолог. Психолог смог это вытащить, это не психолог. Тень чужого страха, тень еще чего-то. И чаще всего в психологии есть такой момент, когда они говорят, договорись с ним. Это часть тебя, которой нужно договориться. На самом деле, все равно, что в твою квартиру заедет бомж, ты скажешь, это часть меня, часть этого мира, пусть ничего страшного, что он моей зубной щеткой моет унитаз. Никого постороннего в твоем теле, кроме, ну, не должно быть. Ты имеешь на это право, на это тело. Но самое интересное, что когда в тебя подселяются, ты разрешаешь. Потому что он что-то обещает всегда. Ты станешь сильным, тебя будут бояться, у тебя будут деньги. То есть он искушает. Тебя, допустим, бьют, и тебе не хватает сил. И он говорит, я дам тебе силы. И ты соглашаешься, и в какой-то момент ты уже, ну, как бы, ты перестаешь бояться. И человека, когда вытаскиваешь, если ему что-то угрожает, он говорит, оставь его, я не готов с ним расставаться. Мне так парень не набежал. Оставь его. Потому что я стану слабой без него. Кто я без него? Вот так. То есть человек сам продается туда. Знаете, как понять? Ты хочешь сказать спасибо, а Гриш, пошел нахер. Ты хочешь сказать, я тебя люблю, а Гриш, не трожь меня. Очень часто не совпадает то, что ты хочешь сказать, и то, что вылетает из своего рта. Есть признаки еще такие, ты ему говоришь, а он говорит, да. Мимика неадекватна, там информация, которая выходит изо рта. Это явно что-то не то. Ну, это насмотренность уже моя. Если ты заметил в себе какие-то признаки неадекватности, и тебе кажется, что это не твое, напиши в комментариях, давайте это обсудим, я отвечу на ваши вопросы.